Чтобы люди видели то, что происходит, какой беспредел. Камазами вывозилось все просроченное, и все это видели. Это преступление против людей. Просрочка вывозилась в огроменных количествах. В огроменных. Во всей больнице пациентам оказывается помощь просроченными медицинскими материалами с глубочайшим сроком просрочки, вплоть до 20 лет. Новорожденным детям, кстати. Это ужас. Так работаем и с детьми, и со взрослыми. Колоссальный ущерб здоровью. Нагноение ран. Это лигатурные свищи. Септические инфекции, вплоть до сепсиса. Возможен даже летальный исход. Это реальное заражение кровью. Массивные менингиты. Воспаление головного мозга. И пошли массовые нагноения, менингиты, воспаление головного мозга. Были воспалительные процессы. Были массовые менингиты. Были лигатурные свищи. Если человек после таких осложнений выживает, он же инвалидом становится, по сути. Не исключено. Они сказали, приведите мне пострадавших. Через эггумацию, что ли? 70% просрочки на стеллажах сплошняком. Пролонгирование просроченного шовного материала. То есть удлинение его срока годности. Беспредел полнейший. Только на операциях, я так понимаю, десятки тысяч в год. Конечно. Так это не целевое использование бюджетных средств. Откуда столько просрочки? Выливали огромными порциями, ведрами всю просрочку до средства антисептики. В унитазы стояла такая ванизма. В оперблоке говорили, если кто-то спросит, это не мы. Это не от нас. Все вычистили. Закрой свой рот. Ты долго здесь не проработаешь. У тебя трое детей. Можешь недосчитаться. Каждый день уходила и плакала. Мы найдем все способы и методы тебя уволить, подставить. Доходило до сердечных приступов. Я не одна такая, нас много. Взяла степлер с ее стола. Я тебя ударю. Невероятный прессинг. Давление на весь коллектив. Были угрозы. Сказали, ты, говорит, сядешь у нас на 15 лет. На этом собрании началось просто мое линчевание. На работу идешь, плачешь. С работы идешь, плачешь. Как специалиста разорвали наклочки, растоптали. Начинали всех прессовать. Ну зачем устранять нарушение, если просто можно убрать человека, правильно? Залезть в петлю, это было гораздо проще, чем переступить порог травматологии. И все, она повесилась. Все признаки доведения до самоубийства. Просто не выдержала, покончила жизнь самоубийством. Произошел второй трагический случай. Была найдена повешенной в подъезде. Суицид. Дети остались сиротами. Это трагедия. Это никто от этого не застрахован. Но рыба гниет с головы. Кто за все это ответственный? Главврач кто у вас? А почему следствия нет к нему? Они работают во вред общества, я так считаю. Они как-то содействуют всему этому беспределу. Я говорю, два человека умерли, как будто две мухи погибли. Вы что творите-то, сварчи? Когда все началось? Ты когда устроилась в этот травмопцентр? 5 сентября 2014 года. Это получается, сколько ты там уже работаешь? 8 лет? 8 лет без малого, 8 лет. Должность какая? Операционная медицинская сестра. Губанова Алиса Леонидовна. А чем занимаешься на работе? Такие обычные обязанности? Выполняю свои должностные инструкции. Я непосредственно участвую в проведении оперативного вмешательства. Вплоть до того, что приходится ассистировать хирургу. То есть заменять его ассистента. Подготовка к оперативному вмешательству. Так как я работаю в экстренной помощи, к нам поступают пациенты. Это несчастные случаи, которые происходят на улице. Это ДТП, это падение, это ножевые ранения, это тяжелейшие сочетанные травмы. И куча-куча всего. В общем, мы оказываем экстренную помощь. Население города Сургута и ближайших районов. Так как к нам везут еще и не только Сургута, но и Слинтора. Когда ты обнаружила, что что-то не так в этом травмцентре? Ну, спустя две недели моей трудовой деятельности, я вообще обнаружила, что пациентам оказывается помощь просроченными медицинскими материалами. Где-то спустя две недели моей трудовой деятельности, я задала такой вопрос. Почему мы пользуемся просроченными медицинскими материалами в работе с таким глубоким сроком просрочки? На что мне сразу последовал ответ? Заткни свой рот и не задавай больше таких вопросов. Это не твое дело. Вот этот шовный материал мы используем для шитья сосудов, нервов и так далее. Вот, например, Пролен 6.0. Просроченный в 2011 году. 10 лет. 2004 года просрочки. Представляете, чем мы работаем? Это ужас. Так работаем и с детьми, и со взрослыми. А выхода у нас нет. Нас к этому принуждают работать с таким шовным материалом. Туда входил и шовный материал в огромных количествах. Лезвия, вентрикулярные катетеры, которые устанавливались новорожденным детям, кстати. И много-много других просроченных медицинских материалов с глубочайшим сроком просрочки. Вплоть до 20 лет. Просрочка в магазине, она грозит отравлением. Иногда даже, скажем, мерзательные случаи бывают. А чем грозит просроченные вот эти все медикаменты? Ну, во-первых, все медицинские медикаменты, да, так как любые другие товары, они имеют срок своей годности. Значит, когда выходит срок годности, данные медицинские материалы, в нашем случае это расходные материалы, к использованию непригодны. К повторным стерилизациям они тоже непригодны. Значит, чем грозит черевато? Ну, во-первых, наносится колоссальный ущерб здоровью. Это нагноение ран послеоперационных. Это лигатурные свищи. Это септические инфекции. Вплоть до сепсиса. Да, и, возможно, даже летальный исход. Это зависит от того, как работает иммунная система у человека. Вот надо пояснить, что такое сепсис, потому что не все знают сепсис. Сепсис – это бактериальное заражение кровью, бактериями. И омертвление тканей в том числе, да? Если будет сепсис, идет, страдает от этого иммунная система, она не защищает организм и присоединяются вторичные инфекции, в принципе, от чего человек может умереть просто. Да. Года, наверное, два-три назад пошли массивные менингиты, то есть это воспаление головного мозга. Мы также шили этим просроченным шовным материалом. Также устанавливали, значит, после трепанации черепа гемостатические губки, которые были пропитаны формалином 37-процентным. Так как нас принуждали экономить, мы эти губки помещали в пары формалина и на операции просто использовали их. Губки являются это одноразовым медицинским материалом. Мы их просто помещали в камеру параформалиновую, где на протяжении какого-то периода времени они лежали и пропитывались 37-процентным формалином. Чтобы вы понимали, формалин – это яд, который наносит вред организму, причем даже необратимый вред. Это пары яда. Значит, и пошли массовые нагноения, минингиты, воспаление головного мозга, в результате чего начались внутренние проверки. Нейрохирурги начали как бы бить тревогу, говорить, у нас массовые нагноения, значит, и воспаление головного мозга, с чем это может быть связано. Но пришли к такому выводу, что это связано с нарушением санитарно-эпидемиологического режима операционных медицинских сестер. На минуточку никто даже не задумался о том, что мы работаем просроченными медицинскими материалами с глубочайшим сроком просрочки. И я считаю, что это непосредственно, напрямую с этим связано. Эту тему я лично поднимала неоднократно, значит, задавая вопрос нашей старшей медицинской сестре. Я была в недоумении, если честно сказать, я ей задала вопрос, скажите, пожалуйста, почему мы пользуемся просроченными медицинскими материалами? Мне в грубой форме было отвечено, закрой свой рот, здесь вопросы задаю я, и ты долго здесь не проработаешь. Мы найдем все способы и методы тебя уволить, подставить. В общем, с того момента я попала просто в немилость. Я попала под профессиональный прессинг, в котором нахожусь по сей день, можно сказать. Доходило даже до того, что, значит, приходила я на работу на каждую смену, мне приходилось держать оборону. Так как приближенные люди нашей старшей медицинской сестры, значит, занимались просто нелепыми вещами, так как сказать по-русски, да, подставами. Доходило до того, что они просто выкрадывали у меня инструменты, прятали их. Я их какой-то период времени не искала, переживала, потому что мы работаем в полостной хирургии на минуточку. Если, не дай бог, инструмент останется в брюшной или грудной клетке, мне бы это просто грозило уголовной статьей вплоть до лишения свободы. То есть, после каждой своей смены я не находила себе дома место, да, доходила до сердечных приступов. Слушай, нашел справку, 26 февраля в 11.21 была вызвана скорая помощь. Что за диагноз такой? Что-то эссенциальная, первичная какая-то гипертензия, что это такое? Короче, после того, как я узнала, что они на меня составляют коллективную жалобу, забыла эту справку вытащить, у меня, ну, короче, случился гипертонический криз. Чуть инсульт не случился, я вызвала скорую. Плохо, короче, мне стало, я одна с ребенком была дома, стало плохо, и скорую вызвала, они зафиксировали давление 170 на 90 и поставили гипертонический криз. В общем, я испугалась в тот момент, у меня просто парализовала руку, заболела голова, рвота началась. Я одна с ребенком открыла двери, чтобы хотя бы, если что-то со мной случится, кто-то к ребенку зашел и вызвала скорую. И вот зафиксировала, и справку у них взяла. Доходила до сердечных приступов, потом приходила на работу, эти инструменты обнаруживались, говорили, что я где-то это все не заметила, не досчиталась, в общем, были всяческие подставы. Даже доходило до, так сказать, до рукоприкладства, попытки рукоприкладства, я скажу. В кабинете старшей сестры, когда я в очередной раз пришла к ней пожаловаться на ее приближенных людей, на их вот эти атаки, одна из ее подруг, старшая сестры, взяла степлер с ее стола, поднесла к моему лицу и сказала, я тебя ударю. Я схватила ее руку, сказала, только попробуй. Вторая из ее приближенных людей стояла сзади, с двумя флаконами кислотой муравьиной, и начала мне угрожать, что она обольет меня кислотой при возможности. Задала старшей сестре вопрос, говорю, вы что вообще себе позволяете? Она откинулась в кресле, смеясь надо мной, сказала, я этого не видела и не слышала, я тогда достала телефон с кармана и сказала, я вас записала. Вот только тогда они пришли в себя и очнулись от этого всего беспредела. Старшая сестра операционного блока номер один. Если забить где-то в поисковике, там фамилия ее будет ясна. Главная сестра больницы. Вот отлично, потому что я всегда их высвечиваю. Я их показываю и лицо, и фамилиями отчества, потому что я высвечиваю не персональные данные человека, а я называю фамилиями отчества должностного лица. Понимаешь, это две большие разницы. Я их всегда высвечиваю. Я пока по стороне. Я тебя услышал, все. Ну хотя бы вот так, чтобы народ, если захотел найти, смог найти их легко. Также главная сестра больницы. Кто захочет, загуглит. Она на всех страницах, на сайтах есть. Следующая попытка подставить меня под какую-то дисциплинарную ответственность. Во время оперативного вмешательства в операционный номер 7, значит, при спасении человеческой жизни случилась аварийная ситуация, когда, значит, чужую вину решили свалить на меня. То есть сестра анестезистка по своей халатности бросила свою иглу после инъекции пациенту. Санитарочка начала поправлять хирургическое белье и укололась. То есть произошла аварийная ситуация. Я к этой аварийной ситуации отношения не имела, а вину решили свалить на меня. Когда это было? Это было в августе месяце 2021 года. Они просто пытались сделать то, чтобы я эту аварийную ситуацию взяла на себя. Якобы я не соблюла во время оперативного вмешательства технику безопасности. Если я этого не сделала, я ее нарушила, мне бы это могло грозить дисциплинарным взысканием. К чему они очень сильно сейчас идут. Три дисциплинарных взыскания в моей трудовой книжке. Нарушения. И я просто ухожу с работы, увольняют они меня с работы с нарушением и записью трудовой книжки. Где я потом не смогу устроиться на работу с такой записью. Я себе такого позволить не могу. И мне приходится всячески от этого отбиваться. Так подожди, а что вот эти 8 лет-то происходило? Никто ничего не происходит? Все молчали что ли? 8 лет у меня с ними происходила непрерывная борьба вообще вот по этим просрочкам. Война. Я категорически воспрепятствовала этому всему. В свои генеральные дни, да, у нас есть определенные дни для проведения генеральных уборок. Я со своими коллегами, которые со мной работают, так сказать, мои единомышленники, мы максимально сколько могли утилизировали. Мы просили санитарочек внепланово выносить мусор, чтобы убрать, чтобы никто не видел, иначе бы нам просто там не сдобровать было. Мы уберем, повыкидываем, снова поступает новый транш с подвала. То есть это вот какой-то круговорот был, круговорот вот этого просроченного материала. Весь утилизировать его никак не получалось. Мы думали, что вот сейчас мы эту партию утилизируем, насколько максимально это можно было сделать. Но это вновь и вновь поступало. То есть когда я туда пришла работать, была вот эта каталка в два яруса. Где-то в августе месяце, уже 21 года, я скажу примерно, приблизительно, операционные залы были забиты просроченными материалами 70 на 30 точно. 70 чего? 70 процентов просрочки, 30 нормального материала. Вот прям точно. Потому что эта просрочка уже появилась на стеллажах сплошняком. Так еще что умудрялась старшая сестра делать? Значит, несмотря на то, что без того просроченный шовный материал поднимался в огромных количествах с подвального помещения, она, значит, брала одну штуку шовного материала с коробки просроченного, отправляла этот шовный материал на бактериологическое исследование. Бак посев приходил отрицательный, то есть этот материал якобы был стерильным. И, значит, от даты бак посева она продлевала еще полгода и говорила, что в течение полгода он еще безопасен. Несмотря на то, что срок его годности был закончен еще в 2014 году или в 2004 году. То есть, пролонгирование без того просроченного шовного материала. То есть, удлинение его срока годности. Беспредел полнейший. Я хочу пояснить для зрителей, что такое просроченный шовный материал. По сути, это по аналогии с едой, просроченный продукт пищевой. Если он хранится дольше срока годности, то в нем развиваются вредоносные бактерии, способные вызвать дисбактериоз и всякие там различные заболевания, вплоть до смертельного исхода. В чем отличие? В том, что пищеварительный тракт, он имеет свои определенные механизмы защиты от подобных бактерий. Это там рвотный рефлекс и другие там всякие реакции, которые способны защитить человека от подобных казусов. Но когда шовный материал, нарушая все барьеры защиты организма, вшивает внутрь организма туда, где уже нет защитных барьеров, и этот шовный материал просрочен, то по сути это умышленное заражение организма, внесение ядов и бактерий вовнутрь организма, минуя все защитные механизмы организма. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Это имплантируемый медицинский материал. Они думают, если они дадут убойную дозу антибиотиков, то никаких воспалительных процессов не будет. Были воспалительные процессы, были массовые менингиты, были лигатурные свищи. Когда я пришла с заявлением в прокуратуру, они-то имели такую наглость, я по-другому не назову, они сказали, приведите мне пострадавших. Я им сказала. И так же я ответила следственный комитет. Я им сказала, это не входит в мою компетенцию. Идите, ребята, и работайте. Берите журналы, проверяйте статистику. А я вам подскажу, что нужно взять, какие журналы и где провести статистику. А как можно привести пострадавших? Через эксгумацию, что ли? Ну, вот это у меня тоже вопрос. Ну, не все же люди погибали. Есть люди, которые выживали, но длительный период времени мучились с этими лигатурными свищами. Подожди, а вот интересно, если человек после вот таких вот сепсисов и всего остального, таких осложнений выживает, он же инвалидом становится, по сути? Не исключено. Не исключено. Только где добиться правды? Слушай, у меня волосы уже начинают не только на голове шевелиться. Не исключено. Они сказали, что прокуратура, следственного комитета, они мне сказали, что у вас нет доказательств, так как у вас нет пострадавших. Но все же пострадавших искать, проводить какие-то расследования, доследования, это не моя профессия. Каждый должен заниматься все-таки своим делом. 16 августа 2021 года. Значит, внезапно зашла в комнату приема пищи, где обнаружила своих коллег с моим сотовым телефоном в руках. Значит, я им задала вопрос, что происходит, вы на каком основании вообще берете мои вещи. Она кинула его на подоконник, промазала мимо подоконника, сказала, я его не брала. Я взяла свой сотовый телефон в руки, значит, посмотрела, был включен Bluetooth и передачу данных. Скорее всего, данные личности просто хотели с моего телефона взять какую-то информацию, да, возможно, какие-то аудиозаписи. Либо наоборот, закачать какие-то... Либо закачать что-то. Ну, я бы, например, себе не позволила взять в руки чужую вещь без его разрешения, его хозяина. На тот период времени у меня не было никаких кодов установлено. Я все-таки, знаете, надеюсь на чистоплотность человеческую. Но, как оказывается, даже обладатели такой профессии не обладают этим качеством. От этого печально. После данного инцидента с сотовым телефоном мое терпение лопнуло. Я написала докладную записку главной сестры больницы. Пришла к ней с докладной запиской. Она меня приняла, выслушала, значит, даже пожалела где-то меня. Я с ней поговорила, говорю, вот, мне даже легче, говорю, я с вами переговорила, мне легче стало жить. Наконец-то этот кромешный ад закончится. Но не тут-то было. 31 августа собирается собрание общеколлективное в актовом зале. Значит, весь коллектив сажают на одну сторону. Я зашла последняя, так как я проводила оперативное вмешательство и чуть-чуть припоздала. Сколько человек? 40 человек коллектива было. Значит, 40 человек усадили сюда, на эту сторону меня усадили сюда. Значит, и здесь, на этом собрании началось просто мое линчевание. По-другому я назвать это не могу. Данное собрание было собрано не для того, чтобы решить мой вопрос, да, наболевшую мою тему, а решить проблему. А проблема в травматологии – это неугодный человек, который задает ненужные вопросы, который мешает должностным лицам совершать преступления. По-другому я это не назову. Значит, начались унижения и оскорбления в мой адрес со стороны главной сестры. Они представили меня, что я самый худший сотрудник операционного блока, что хуже медицинской сестры они никогда не видели. В общем, всячески меня унижать, оскорблять. Я не выдержала. Люди хотели сказать за меня слово, да, сказать, что я не лгу, что это все правда. Люди только вставали. Главная сестра больницы сразу говорила, закрой рот. Здесь говорю я, закрой рот. То есть никому не дали сказать ни слова. Я не выдержала, перебила, значит, и главную сестру, и старшую встала в коллективу. Сказала, вот за 8 лет моей трудовой деятельности, вот вы все сидите передо мной. Я хоть словом кого-то когда-то обидела, действием словом. Скажите, пожалуйста, мне. Скажите, вот вы, мы сейчас стоим, я перед вами стою. Все просто опустили голову, не подняли даже глаз на меня. И все. После этого собрания я вышла полностью растоптанной. Полностью. Меня просто, как специалиста, разорвали на клочки. Растоптали. И они это делают профессионально. Выйдя с травматологии, я даже не помню, как я села в машину и выехала на дорогу. Выехала на дорогу, и здесь мысли такие посетили. Ехал трактор, я думаю, сейчас кину руль просто. Ну, в общем, вообще сейчас ругаю себя за это, но чуть не сотворила. Ну, вот так. Ну, это было состояние эффекта. Да. Ну, значит, я, если честно, я даже не помню, как я доехала до дома. Зашла домой, увидела детей, думаю, вообще, как ты могла себе такие мысли допустить? Ну, ругаю себя. Ну, когда я зашла домой, увидела своих детей, мужа, и я вообще от этой мысли сразу отошла. Думала, ну, вообще, ругала себя. Вообще, как ты могла себе позволить допустить такие подобные мысли, что кроме работы еще есть и твоя семья, что является вообще первым, что может быть у матери, да, как я многодетная мать, у меня трое детей. Это должно быть на первом месте. Муж меня поддерживает, да, где-то словом, где-то действием, но поддерживает во всех моих, во всей моей вот этой нелегкой борьбе. Я бы сказала так. На следующий день, значит, я обратилась в юридическую службу, в правовую защиту, которая находится на улице Индустриальной. Встретилась с юристом и оплатила деньги, и он написал, значит, заявление. Первое заявление – это ОМВД, это Государственная инспекция труда, это травматология на имя главного врача, это прокуратура. И департамент здравоохранения. И департамент здравоохранения, да. Было написано пять заявлений. Юрист, которому я доверилась, да, я еще, так предполагаю, я еще до сих пор была в состоянии аффекта, и я просто, как, я нуждалась в помощи. И набрала первый телефон, да, который нашла в интернете, и обратилась к этим юристам. Приехала к ним туда в фирму эту, оформили договор, побежала быстро, оформила доверенность. Юрист оформил эти письма, потом я эти письма читала. Да, значит, где юрист оформил эти пять писем, тоже по принципу копирую и вставляю, в пять инстанций одно и то же письмо, с одним и тем же содержанием. И где он еще с руководства нашей больницы, от моего имени, запросил за мой моральный вред 100 тысяч рублей. То есть упор делался не на то, что совершаются преступления многочисленные, а на то, чтобы компенсировать твой моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Ну, в том числе, это было все содержано в одном заявлении от юриста, это было в том числе. Он написал так, как я же про прессинг писала, сколько лет я подвергалась этому всего. В этом заявлении прозвучало и это. Юрист оказался не чисто плотным, они меня просто обманули, я заплатила 47 тысяч рублей, юристы больше просто не вышли ко мне на связь. Этим вопросом я попозже займусь. Меня удивляет сумма, 8 лет прессинга, доведение до самоубийства, я считаю, есть все признаки данного преступления. И 100 тысяч рублей, это слишком маленькая цена за жизнь и за здоровье. Ну, вот так оценилась моя жизнь. В общем, ты справилась с этим, пошла, как говорится, защищать правду, писать во все инстанции. И тут вдруг неожиданно 21 октября, что случилось? 21 октября 2021 года я пришла на дневную смену с коллегой по пути в операционный блок. Она сообщает мне шокирующую абсолютно новость о том, что наша коллега, медицинская сестра-анестезистка Айжан Ташмагомбетова покончила жизнь самоубийством, суицид. Меня это подвергло просто в шок. Подожди, для ясности, вы с ней как-то общались, имели общие темы? Вы вместе, как сказать, ты знала, что она копает в ту же сторону, что по поводу просрочки там или еще чего-то? Нет, значит, это все как-то держалось в тайне, так как мы работаем в разных структурных подразделениях. Я в операционном блоке, а Айжан работала в реанимации. Я не знала об этом. Если бы я знала, я бы не допустила этого. Вместе нам бы сейчас было бы легче бороться с одним и тем же делом. Я не знала. Но накануне ее гибели мы вместе работали в одной операционной бригаде, в операционной номер 2. Я видела ее состояние. Но я не то, что не пред... Я видела, что она подавленная. Но я не знала то, что происходит такой же прессинг и давка на нее в результате того, что она обратилась в Трудовую инспекцию труда. Что тебе известно о том, что происходило до ее смерти? Ну вот с ней. Это уже случилось после гибели ее. Когда пошли уже все разговоры. И когда я нашла ее мужа, приехала к ним домой, со слов Радика Ташмакембетова, я узнала следующее. Айжан составила жалобу в государственную инспекцию труда, где подписались ее коллеги. Жалоба ушла в государственную инспекцию труда. Значит, с государственной инспекции труда сообщили о том, что поступила жалоба. Но я так поняла, что не сообщили от кого. Потому что в их отделении, в реанимации, было выяснение лица, от кого поступила жалоба. И все подпадали в тот момент под подозрение. Начинали всех прессовать. У них старшая сестра, она вообще профессионально это делала. Потому что вот эти жалобы от анестезисток звучали непрерывно, как она с ними обращается. Айжан, глядя на всю эту обстановку, она была честным, добросовестным человеком. Просто не выдержала. Зашла к ней в кабинет и сказала, это я написала жалобу. И здесь на Айжан начался невероятный прессинг. Ее вызвали к руководству больницы, где присутствовало руководство больницы. И юрист больницы. Это со слов Радика я рассказываю. Я там не присутствовала, со слов ее мужа. Просто в определенный момент сказала, что Радик, я уже не могу, я на них напишу. Я говорю, подожди пока, не надо. Сейчас вот эта пандемия, опять второй виток начинается. Но явно не до этого будет. Ну она в итоге настояла, написала. И началось вот это вот давление на весь коллектив. Я хочу сказать со своей стороны, что я сталкивался с юристами местных больниц. И они, как сказать, очень мощно и по-волевому пытаются переволить и подавить всех. Меня в том числе пытались подавить, именно как журналисты запрещали видеосъемку. Но не получилось. А у меня-то есть опыт правозащиты. Но вот как простые люди, которые впервые с этим столкнулись, для них вот эти юристы, они, ну можно сказать, что очень мощное давление могут оказать данные юристы на простых людей. Были угрозы со стороны руководства больницы и юристов о том, что они ее на 10 лет посадят за подстрекательство коллективу к этой жалобе. И 5 лет еще, еще за что-то там 5 лет они ей дадут. В общем, 15 лет лишения свободы. Для нее это был шок сильный. На 10 лет посадят там. На второй день приходят еще хлеще. Радик, они мне сказали еще 5 лет добавить. В общей сложности сказали, ты, говорит, сядешь у нас на 15 лет. 5 лет еще за кривету на начальство. Когда она уже плакала, приходила домой, говорила, Радик, я не хочу на работу. Айжан приехала домой, вся в слезах, раздавленная, разбитая. Это состояние мне знакомо. Поэтому я это расцениваю как свою личную трагедию, потому что была, могла бы быть я сейчас на том месте. Начала жаловаться мужу, не давая звонить юристу своему. Юрист начала Айжан успокаивать, говорит, нету такой статьи за подстрекательство. Какой они бред несут. Проработав 17 лет в учреждении, женщина говорит, что уволиться ее вынудили. Произошло это после того, как медсестра пожаловалась в трудовую инспекцию. По идее, я должна прийти на работу, и у меня должны быть минимум 2 готовых комплекта медицинской формы на смену, если я вдруг запачкаюсь. Такого нет. Сотрудники сами покупают себе и форму, и обувь. Пришла комиссия, провели проверку. Нашли нарушения, дали время им устранить эти нарушения. Ну зачем устранять нарушения, если просто можно убрать человека, правильно? Который чем-то недоволен. Ну вот так и получилось. Успокоились, она всю ночь была не в себе. Значит, утро мужа увезла на работу, дочку увезла в садик. Ей нужно было пойти на смену. Но, знаете, можно сделать только вывод, что залезть в петлю, это было гораздо проще, чем переступить порог травматологии на тот момент. И все, она повесилась. И, значит, мужу звонят с детского сада вечером. Говорят, вы почему ребенка не забрали? Он в недоумении. Восемь часов вечера ребенка никто не забрал. Ей звонил целый день, она трубку не берет. Вот, значит, побежал с работы, забрал ребенка уже на улицу у воспитателя в детском саду. Пришел домой, как он рассказывал, он зашел в дверь, включил свет, задом зашел, чтобы ребенка раздеть. Повернулся и увидел трагедию всю. Чем больше я тебя слушаю, тем больше у меня возникает сомнение, что это было именно самоубийство. Об этом можно судить. Даже если вдруг предположить, что это она сама сделала, то тут в любом случае я вижу все признаки доведения до самоубийства. Ну, я не могу вот так говорить, что 100% причину этого всего, но я могу только предполагать. Так как я это ощущала на себе на протяжении 8 лет, это могло послужить вот такому исходу. Какую-то записку, сообщение она оставила? Эта тема как-то обсуждалась размыто. Сначала была информация, что какая-то записка была с ее стороны, потом не была. Не знаю, может быть, муж просто не хочет об этом говорить и разглашать какие-то тайны следствия. Может быть, ему Ирмолайф об этом что-то сказал. Я не знаю, я не знаю, я не была с ним на допросах. Лично вдвоем мы не были. Я не могу сказать точность этой ситуации, была или нет. Но разговоры об этом были. Детали случившегося выясняют в Следственном комитете. Орган предварительного следствия рассматривается разной версией произошедшего. В том числе и, возможно, обстоятельства связаны с работой, конфликтом на работе, как одна из версий. И, безусловно, по данной версии допрашиваются у нас все работники, все коллеги. И, соответственно, проверяются условия работы, предшествовавшие данным событием. Кто-то написал заявление о совершенном преступлении по признакам доведения до самоубийства? Значит, когда случилась эта трагедия, когда я узнала, я начала у сотрудников спрашивать адрес, где жила Айжан. Значит, нашла я этот адрес, поехала к ним домой. Приехала к ним домой, начала звонить в домофон, объясняя, что я приехала с травматологией, я сотрудница его жены. Они меня категорически не хотели впускать в квартиру, потому что после похорон на тот момент прошло дня, наверное, три, а может быть, два. Они меня не впускали, я еле как уговорила их, вошла к ним в квартиру, рассказала о том, что я хочу им помочь. И на тот момент выяснилось то, что не на тот момент, это было позже. В общем, я пришла спустя вот два или три дня после похорон, сказала, что я хочу им помочь, что я пойду свидетельствовать туда, куда нужно, если нужно прокуратура, следственный комитет, полиция, чтобы они меня имели в виду, что я пойду с ними до конца, потому что я данную трагедию расцениваю как личную трагедию, никак иначе. Не туда, ты ушла, давай, ты что, разволновалась? Да. Успокойся, сейчас надо по фактам. Я тебя спросил про его заявление, было ли заявление? Ну, спустя две недели, вот, я же еще раз к ним поехала, к Радику домой, и мы сидели за столом, пили чай, и я у него спрашиваю, ты заявление написал? Он говорит, нет, не написал, я говорю, почему? Ну, потому что была полиция, вот они изъяли телефоны, изъяли вещдоки, там веревки и все, и они, наверное, сами составят заявление. Я была немножко в недоумении, я говорю, как так? Ты почему, ты должен пойти написать заявление в прокуратуру, в следственный комитет, значит, он меня выслушал, взял отгулы на работе, и с одной из наших коллег пошел на следующий день в следственный комитет и подал заявление. И спустя, наверное, дня три по его заявлению завели уголовное дело по статье 110, пункт 1, доведение до самоубийства. То есть, приехала полиция, зафиксировала факт самоубийства, забрали труп, но взять заявление с мужа никто не догадался? Никто не взял заявление с него. Сейчас я разволнусь. Пить будешь? Нет. Не пересохло в год? Нет. Просто некоторые моменты, ну, прям тревожные такие. Ничего, ничего. Но это наша жизнь. Это сейчас запишем, потом тебе намного легче станет. Потом это все пойдет, потом будешь пересматривать, намного легче станет. Сейчас вот половину уже сделали. Так, а теперь рассказывают у меня следующий пункт. Это так, в сейдониме Евлампия Романова, все СМИ затрубило, игнор, помог только КАНФОР. Спустя также две недели мы собрались с коллегами, я обзвонила коллег, кого маркла, бывших коллег, настоящих коллег, созвонились с Радиком. Мы решили записать коллективное обращение к нашему губернатору Комаровой Наталье Владимировне. Сейчас, одну минуту, давайте закончим эту тему. Или вы знаете ответ на этот вопрос? Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Приехали к Радику домой, записали данное видеообращение, значит, начали обзванивать все СМИ города Сургута. Никто нас не брал во внимание вообще. Кто-то бросал трубку, кто-то игнорировал. В основном игнорировали. Тут мы вышли на администратор канала КАНФОРМ Байрамова. Упросили его, еле как упросили его, чтобы он нам помог в этой проблеме. Он приехал к Радику, тоже записал короткое видеообращение. И вот это вот видеообращение первое с КАНФОРМа вышло в контакт. Как впоследствии выяснилось, она не поехала на работу. Она не смогла поехать на работу. И вот ее настолько там загнобили, унизили, что она покончила жизнь самоубийством. Я прошу разобраться в этом выбиющем случае, потому что много людей, которые хотят тоже разобраться в этом, которые свидетельствуют, что там действительно творится. Я прошу вас, кто бы вы ни были, кто будет смотреть это видео, пожалуйста, не спустите это дело на тормозах. Ну пусть по закону накажут человека. Ну нельзя же так. Из-за этого человек умер. Оставил меня с дочкой, пятилетней. Даже жить как не знаю. И вот я считаю, что это было первым толчком, да, для того, чтобы эту проблему осветить. Нет, это не проблему, а эту трагедию, я бы сказала, осветить. Потом создали, значит... А я бы даже сказал не трагедию, а трагедии. Потому что 8 лет. 8 лет. Потом, значит, создали страницу ВКонтакте и описали весь ужас, который произошел с Айжан и начали публиковать в социальных сетях. Потом потихоньку начали подключаться СМИ города Сургута. Я очень стала интересна даже Вести 24. Они меня даже снимали и около прокуратуры. И неоднократно брали потом интервью. В общем, добились какого-то внимания на нас. Это было сделать тяжело. Каинформ, спасибо. Вот, также Каинформ, значит, Байрамов сказал, что данное наше видеообращение он отправит напрямую к Комаровой. Не могу сказать, каким образом. Ну, наверное, посредством СМИ. Потом начались активные репосты в Инстаграме на Комарову. Очень много было просмотров, репостили, люди просили помощи, чтобы губернатор обратил на нас тоже внимание, что у нас случилась такая трагедия. Но, несмотря на поднятую шумиху, произошла вторая трагедия. Это было вообще ужасно. Несмотря на поднятую шумиху. На тот момент я уже дошла до губернатора Рахмау Югры, до Комаровой встречи состоялась 20 декабря 2021 года в администрации города Сургута. В том числе там присутствовал мэр города Сургута на данной встрече. Сидел со мной рядом и слышал всю трагедию. 28 декабря 2021 года в бюджетном учреждении Сургутской травматологической больницы произошел второй трагический случай. В понедельник около пяти часов утра в одной из квартир в 15 доме на проспекте Мира было найдено тело женщины без внешних признаков насильственной смерти. Эту информацию нам подтвердили в окружном следственном комитете. Как рассказали журналистам Сургут-24 коллеги погибшей, она работала медсестрой в Сургутской клинической травматологической больнице. В том же отделении, сотрудница которого Аяжан, погибла в ноябре. Расследование того дела идет по статье «Доведение до суицида». Оно еще не завершено. Сестра анестезистка Ира Петрова того же реанимационно-анстезиологического отделения была найдена повешенной в подъезде. В одной из квартир в 15 доме на проспекте Мира. Тем же способом, тем же методом путем повешения. Осталась у нее дочка 20 лет и сын 9 лет вроде бы мальчику. Муж и дети при этом дома были? Муж и дети были дома, да. А она была в отпуске? Она, в общем, последний день перед отпуском она купила на работу торты, попили чай, очень сильно плакала. Она говорит, я не могу пережить трагедию с Аяжан, потому что на Иру тоже оказывалось давление со стороны их сотрудников. Одна из них даже произнесла такую фразу, что ты уже признайся, что есть твоя вина тоже в гибели Аяжан. Ты же вот подписала эту жалобу, но ее не поддержала, испугалась. Она говорила, что я не могу с этим жить, мне очень тяжело, я не могу себе простить это все, потому что я ее предала. То есть, это человек, который имел хоть какую-то совесть, понимаете? Трагедия произошла, ну, как я уже рассказала. Я утром, 28 числа утром узнала об этом случае трагичном. Я хочу акцентировать внимание на том, что она купила торты, ну, пускай она там не могла это, купила торты. Она купила куртку с утра, правильно? Да, она поехала на рынок, купила себе куртку. То есть, человек как бы и не собирался ходить с планеты Земля. Ушла в отпуск и ни с того ни с сего в 7 утра она выходит из дома. Я не знаю, в 7 или не в 7, поскольку, как рассказывали, опять же, со слов девочек, теми, кто общается с ее мужем. Значит, с вечера они легли спать, все как обычная нормальная семья. Утром кинулись, ее нет, ее нашли повешенной. В подъезде. Вот я знаю только со слов, так как лично я там не присутствовала. Я видел информацию о том, что она повесилась в подъезде в официальных СМИ и в интернете. Да. Я тут же набрала, значит, СМИ Вести 24, Виталию Торопову, осветила ему эту трагедию. Он сделал запрос в прокуратуру и следственный комитет, где подтвердили, что да, случился трагический случай, что была найдена женщина без признаков жизни, повешенной в подъезде. Очень странно, очень странно. С одного и того же отделения сестра анестезистка, причем девочки отработали там более 20 лет. Спустя два дня что произошло? Ты куда-то пошла и... 30 декабря у меня состоялась встреча личная с представителями Департамента здравоохранения. На этой встрече обсуждались все вопросы, моя наболевшая тема, это просроченные шовные материалы, медицинские материалы, да. И 31 декабря рано утром я оделась и пошла в аптеку. Выходя из квартиры своего дома, проходя детскую площадку, значит, со мной сравнялся мужчина, значит, и так вскользь, невзначай произнес мне. Я даже не сразу поняла, что это было обращение адресовано мне. У тебя трое детей? Я в тот момент даже оторопела и ничего не могла ему... Это произошло очень быстро все. Можешь не досчитаться. Эти фразы произнес вот этот неизвестный мужчина. И просто сравнявшись со мной, вот как по ходу шел, так и шел мимо меня. Прошел, сказал и пошел дальше. Не ускоряя шаг, монотонно, вот как шел обычной походкой, так и шел. Я это расценила как угрозу моей жизни и моей семьи. По-другому я это расценить не могу. Я не знаю, как это связано с моим личным приемом Департаментом здравоохранения, но меня это настораживает. Я опасаюсь за свою жизнь и за жизнь своей семьи. Никому просто так спроста никто не подходит и знает достоверную информацию о том, что у меня трое детей. Да, никто просто, я тебе так скажу, никто просто так не вешается в подъезде собственного дома. Ну, случилось. Статья доведения до суицида. Слишком много совпадений. Я тебе к этому веду. Слишком много совпадений. Я забыл, что десятая, тонкт один, это что? Доведение до соноубийства? Доведение до соноубийства. Ага. Чуть-чуть осталось. Сейчас поговорим, какие уголовные дела возбудили, какая реакция этих правоохранительных органов. И, в принципе, все. Так, вместе с тобой сейчас. Так, это еще не все. У меня же еще в электронке. Я бы еще очень хотела сказать о том, что сейчас идет такое склонение меня. Я же начала очень активно обращаться в следственный комитет, в прокуратуру, в УМВД. В УМВД от меня поступило более 13 обращений только. Значит, в трудовую инспекцию труда, в департамент здравоохранения, к губернатору, во все возможные инстанции города Москвы, к чиновникам. Вплоть дошла даже до депутата Федорова. Я написала Мурашко, Мишустину, президенту неоднократно. Но как-то очень странно. Многие мои письма остались без ответа. Такое ощущение, что у нас на Тхмау висит какой-то металлический клапан, который просто тяжело пробить. Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. И сейчас идет такая тенденция, склоняя меня к нарушению моего психического состояния. У меня есть официальные документы, в которых промелькивают эти фразы со стороны начальника ОП номер 2 Лапиной. Она пишет, что все мои состояния сопряжены с нарушением моего психического состояния. У меня очень большой вопрос к ней будет. Завтра я пойду туда. Я поясню. Она пишет эту фразу, то есть указывает обстоятельства, но при этом не приводит ни одного доказательства. Да. С материалами дела, я так понял, тебя не знакомят, затягивают это все. Я уверен, что в материаловом дела нет ни одного доказательства о состоянии твоего психического здоровья. Основываясь на том, что не приведено ни одного доказательства, я считаю, что это имеет тоже признаки клеветы, по сути. То есть пытаются, я так понимаю, тебя пытаются опять подвести вот это вот. Либо они, видать, поняли, что в твоем случае ты выбора в сторону веревки не сделаешь. Ты сделала выбор в сторону заявлений. Да. И в сторону освещения. А раз так, то выход один. У них два варианта. Вот у меня точно так же было. Пришли с ОМОНом ко мне в квартиру и по официальной версии выломили дверью, спилили все полностью. Две версии. Трубный запах из квартиры и неадекватный мужчина бегал по подъезду. Вот трубный запах с тобой не проканал, вот эта веревка вариант. Они, я так предполагаю, копают вот в сторону психического здоровья. Да. И это предположение основано, даже подтверждает в официальной бумаге документы. И я дважды уже пыталась с ней выйти на связь с Лапиной. Она назначала мне встречи. Я приезжала на встречу в назначенный час, в назначенное место. Ее там просто не оказывалось. Я дошла до их начальника в ОМВД. В общем, я дошла до начальника ГОМА-2. Приехала туда, два часа ее прождала. В назначенное время она не появилась. Я говорю, подождите-ка, она самое время мне назначила и не явилась. Они это, значит, сказали... Ее срочно вызвали в прокуратуру. Я говорю, ну как-то некрасиво так поступать с людьми. Я хотела бы получить объяснение по ее написанию. На каком основании она мне выставляет какие-либо диагнозы. Ну, ты там телефон оставляла, это контакты свои? Конечно, конечно. И никто тебе не перезвонил? Никто мне не перезвонил. Сегодня я вновь опять ей звонила, трубку от меня никто не берет. Да. Так, в итоге скажи, какие уголовные статьи возбуждены? Вот по Айжан, я так понял, что какое-то уголовное дело было возбуждено? Значит, по Айжан возбудили уголовное дело по статье 110. Часть первая. Часть первая, да. И по Ире тоже самое. По Ире Петровой тоже возбудили, значит, уголовное дело. 110-я, часть первая. У меня есть официальные бумаги, в которых об этом говорится, что несмотря на мои многочисленные заявления, наконец-то возбудили уголовное дело. И по Ире Петровой тоже. То есть, а почему они по второй части не объединили два этих дела? Я задала этот вопрос Ермолаеву, да, на личной встрече. Я говорю, вот мой адвокат очень сильно интересуется, почему вы как бы завели уголовное дело по части первой, так как присутствуют два эпизода, да, летального исхода. Он мне ответил, что адвокат вообще не может задавать таких вопросов. Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Ну ты, этот вопрос-то от тебя исходил. Ты задала этот вопрос? Ну я задала ему, и опёрлась на то, что вот адвокат мне написал вопрос, спросите у Ермолаева, почему завели уголовное дело по части первой, а не по второй. Он мне ответил, что адвокат не может задавать такие вопросы. Вообще Ермолаев такой очень интересный человек, я вам хочу сказать. Я была у него неоднократно на его личном приёме. Он манипулирует своими словами очень профессионально и чётко. И человек, который не имеет юридического какого-то поддержки, да, вот как я, обычный обыватель, да, очень легко вводится в заблуждение. Это я испытала на себе неоднократно. Ну вот, например, какие вопросы он тебе задавал? 3 марта у меня с ним состоялась очередная встреча по поводу моих дел, значит, которые находились в Следственном комитете. Я на секундочку хочу напомнить, что эти дела уже восьмой раз, наверное, уходят со Следственного комитета из прокуратуры на уровень участкового. Я их вновь туда поднимаю, по этому поводу я пришла к нему выяснить, где сейчас находятся мои дела. При личном приёме с Мокшиным я добилась того, что одно дело вернули в Следственный комитет. Это подделка рабочей документации главной сестрой больницы и её соучастниками. По-другому я не скажу. Это старшая наша сестра больницы. А вот тут подробнее. Что за подделка? Наша главная сестра больницы в операционном блоке берёт ночные смены, но в это время на работу не является. Либо является на 1-2 часа, принимает пищу и покидает своё рабочее место, объясняя это тем, что она будет находиться у себя. У себя это понятие растяжимое. У себя в кабинете или у себя дома. То есть, все её смены проходили без её участия. То есть, данный человек не находился во время проведения оперативных вмешательств на рабочем месте. Значит, только мои заявления... Подожди, это однократный случай или многократный случай. Это было на протяжении 8 лет моей трудовой деятельности. 8 лет? Да. Да. И об этом знает весь коллектив. И сейчас некоторые приближённые люди пытаются её прикрывать, становясь тоже невольными соучастниками данного преступления. Я считаю, что это преступление даже, наверное, мошенничества. Давай уточним. Говоря слова 8 лет, мы имеем в виду как минимум 8 лет... Как минимум 8 лет. 8 лет моей трудовой деятельности. Вот. Значит, когда я начала заявлять эти заявления в Следственный комитет, здесь резко пошла подделка рабочей документации. Чтобы вы понимали, рабочая документация именно это журналы оперативных вмешательств. Так как главная сестра больницы не находилась на данных оперативных вмешательствах, её нужно было просто дописать в эти журналы. Что они и сделали. Значит, было 9 эпизодов подделки документации. 23 декабря 2021 года, когда шла подделка документации, мне сообщили об этом коллеги. Я набрала следователя Магомедова, сказала, что в кабинете на пятом этаже происходит подделка рабочей документации. Проследуйте, пожалуйста, к месту преступления. На что мне следователь заявил, что вы не переживайте, мы проверим камеры и проведём необходимые экспертизы. А в данном случае это экспертиза давности. Такая экспертиза существует. Она длительная, но эта экспертиза существует. Значит, хорошо, говорю. Я тут же набираю в департамент здравоохранения, попадаю на Бычкову Ингу Юрьевну, это заместитель начальника департамента здравоохранения Добровольского. Сообщаю данный факт. Она говорит, это не относится к моей компетенции, пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру или в следственный комитет. Вот таким образом, значит, они ввели меня вновь в заблуждение. Когда я вернула своё дело вот по подделке документов следователю Ермолаеву, значит, я ему чётко задала вопрос. Вы собираетесь проводить экспертизу, которую вы мне обещали? Он сказал, какую экспертизу? Я говорю, что значит «какую»? Я ему пояснила ситуацию, которая происходила, что Магоменов меня заверил, что не стоит мне волноваться, что они проведут все необходимые расследования. То есть слово «экспертиза» почему-то их вводит в какой-то шок. А это единственное... Слова – это слова, свидетели – это свидетели. А это единственное доказательство, достоверное, которое может подтвердить, что подписи были подделаны гораздо позже, нежели проводилось оперативное вмешательство. Мокшин заверил меня о том, что такая экспертиза существует. Я была с ним тоже неоднократно на личном приёме. Значит, делается очень долго, 4 месяца. Я ему сказала, я никуда не тороплюсь. Но по факту-то её не сделали до сих пор? Ещё не сделали. Значит, на личном приёме с Мокшиным и Ермолаевым мы сидели вместе. Мокшин задавал Ермолаеву вопрос такой, говорит, Владимир Петрович говорит, а вы изъяли оригиналы журналов? Он засуетился, начал что-то кому-то писать, смски, тишина. Мы сидели на него, смотрели какой-то период времени. Вновь поступил вопрос, вы журналы запросили оригиналов? Он кому-то позвонил, принесли, вот смешно, принесли не оригиналы, а опять ксерокопии этих журналов. Я говорю, так это же не оригиналы. Ну, мы там где-то запрашивали. То есть здесь я увидела чётко, что Ермолаев не заинтересован в расследовании данного преступления. То есть там нет того, чтобы он сказал чётко, да, это преступление, и мы его будем расследовать. Данный приём внушил в меня недоверие к Следственному комитету. И это было неоднократно. Когда мы ксерокопировали эти журналы, я принесла в Следственный комитет, значит, следователю задаю вопрос, говорю, мне нужно заявление написать? Они сказали, нет, не нужно. Значит, ну хорошо, не нужно, не нужно. Спустя две недели произошла подделка моих документов рабочих. Я вновь, обнаружив данные факты, с суточной смены прошла через дорогу, опять пришла в Следственный комитет. Я была крайне возмущена, излагая всю проблему, которая случилась на данный момент. Говорю, я хочу написать заявление. На что следователь Юхневская сказал, вы знаете, у меня было такое дело, вы ничего не добьётесь. Ну, мало ли, ну и подделали, и подделали. Какая разница? Это же не мошенничество. Ну, может, вы кого-то там попросили, за вас и подделали. И я ей чётко сказала, что я никому не давала никакого согласия, никакого нотариального согласия за меня писать какие-либо документы. Я категорически против этого. И, во-первых, эта бумага была подделана, когда я была в декретном отпуске. Я была категорически против. Значит, и смотрю на её стол, как лежали документы предыдущие, принесённые мной, подделанные журналы оперативных вмешательств, так и лежат. Я просто забрала эти документы, забрала свои подделанные документы, эти документы, пошла в канцелярию и написала два заявления о совершении преступления. И они остались у них. В последующем они их спустили в ОМВД. Значит, в Следственном комитете сейчас находится заявление моё по подделке рабочей документации главной сестры. Следующее дело находится на Маяковского, 37, у участкового. Это подделка моей документации. А я туда поехала, они мне сказали, что в течение семи рабочих дней они будут проводить почерковеческие экспертизы. Пока этого не произошло. Я поехала через два дня, значит, узнаю, что девушка, которая занималась моим делом, ушла на больничную, у неё дети заболели. Это уже пятый участковый. Пятый. С кем я работаю. Третье дело находится по шовному материалу, по просроченному в Следственном управлении у МВД города Сургута. Мне пришли бумаги тоже, что они туда их передали. И на данное время заведено одно уголовное дело по статье 119-й «Угроза моей жизни». Вот. И ещё, значит… Подожди, это угроза какой эпизод? Когда там степлером на тебя замахивались? Нет, это когда 31 декабря вот этот мужчина… А по степлеру? Ничего пока не заведено. Ещё один интересный факт на работе произошёл у нас. Спустя какой-то период времени там случился рабочий момент, ну, в общем, ничего такого, как обычно. Они спихнули… Решили спихнуть вину на меня в том, что я не делала. Я к этому уже привыкла. Значит, я начала выяснять обстоятельства. И тут же узнаю, через какой-то период времени, в этот же день, да, недели-две назад, от одной из коллег старшая медицинская сестра оформляет на меня коллективную жалобу. И принуждает сотрудников операционного блока её подписать, не давая им даже прочитать. Очень интересно. Девочки, которых принуждали подписать эту жалобу, вечером мне об этом отвели меня в сторонку и сказали, что на тебя готовится коллективная жалоба. Мы её подписывать не хотели, но под давлением нам пришлось её подписать. И они сказали, что если нас вызовут в прокуратуру или следственный комитет, мы расскажем всё, как было. Вы нас заставили это сделать. Мы не читали даже, о чём вы там писали. Вы дали просто листок нам расписаться. Но старшая сестра сказала, вы же слышали Губанова утром там скандалила? Они сказали, нет, мы не слышали. Нет, вы слышали, как она скандалила, что является ложью. У меня есть этому аудиодоказательство. Составили они эту коллективную жалобу. И на следующий день я подала заявление в прокуратуру и в ОМВД города Сургута о совершении преступления, о умышленном доведении меня до самоубийства. По-другому я это расценить не могу. Значит, тут же я опубликовала данный материал в Сургутскую трибуну. Журналист Сургутской трибуны это всё опубликовал и дал официальный запрос на имя главного врача, чтобы тот пояснил, какая была коллективная жалоба на меня. Главный врач дал официальный ответ, что на данный момент никакой коллективной жалобы не поступило к нему на стол. Ну, то есть я немножко сработала на опережение, тем самым защищая себя, по-другому я поступить не могла. Молодец. Так, расскажи, откуда у тебя адвокат? С Москвы, да. Приезжала большая СМИ, новая газета. Мы им давали интервью. Через какой-то период времени они выпустили материал и раздался звонок на мой телефон. Звонил юрист этой газеты. Мы с ним очень долго разговаривали. Он сказал, что, Олеся, мы посмотрели вашу историю, прониклись, и мы готовы вам предложить адвоката. Значит, мы готовы выделить гонорар на этого адвоката. И они нас, как бы, обменяли контактами с адвокатом. И сейчас, на данный момент, мы вот с Евгенией Викторовной продуктивно работаем над всем этим. Огромное спасибо хочу им сказать. Адвокат Евгения Викторовна Кротова и юрист Александр Александрович с новой газеты, которые вот мне помогли. А люди загоняются в такую обстановку. И ты не видишь, ты не видишь на самом деле дальнейшего выхода из этой ситуации. Ты просто брошен. Раздавлен, растоптан, брошен. Идет профессиональный прессинг. И сейчас они просто моя... Мой тыл, моя защита оказывают мне и все, короче, всю помощь. И защитника, и я все-таки за своими плечами почувствовала какой-то тыл. Это гораздо проще, нежели ходить одной, когда тебя просто не слышат. Они вышли на нас, опять же, благодаря моим публикациям, потому что я писала, где я только не писала. Мне кажется, я писала везде, но меня никто не слышал. Оказывается, услышали. Они приехали в город Сургут. И перед тем, как нам записать интервью, они поехали в травматологию. Мы об этом даже не знали. В тот момент я была на смене, кстати. Они приехали в травматологию, поднялись в реанимацию и попросили проходящего мужчину дать им даже не интервью, а пообщаться просто с ним, о суицидах, с которыми произошли девочки. Ну, здесь вот был, было, это был начмед нашей больницы. Не знаю, почему он так среагировал, но... Начмед это что такое? Это заместитель главного врача. Заместитель главного врача напал уже на журналистов? Да. Вы говорите вот по поводу ваших медсестер Айжан и Раиды из ваших поделений, они же здесь там, я хотел бы более подробно знать. Я сейчас все разобью у тебя. Я сейчас все разобью у тебя. Я сейчас все разобью у тебя. Эй, вы чего? Вы что делаете? Вы что делаете? Вы журналисты. Вы журналисты не вышли. Не знаю, почему он так отреагировал. Я, кстати, не могу его характеризовать как плохого человека, абсолютно нет. Ну, от него поступила такая реакция, что он нанес журналистам удары, физический ущерб им здоровью, да, и журналисты вынуждены были написать на них заявление в следственные комитеты, прокуратуру. Их там держали тоже 7 часов, брали с них объяснения. Даже Изольда сказала, что они им предлагали охрану, чтобы проследовать им до гостиницы. Оказывается, это все очень серьезно. И они им порекомендовали, чтобы они побыстрее унесли ноги с города Сургута. Но новая газета, я так понимаю, что это очень мощная СМИ, да, они этого не сделали. На следующий день они поехали с Радиком на кладбище, снимали еще там репортажи, такие довольно-таки душещипательные, я бы сказала. Молодцы, честь и хвала. Могли унизить на планерке. Обзывали? Да, обзывали. Даже могли сказать мне, например, где мы в Сестринской пьем чай, не иди отсюда, пошла отсюда, на рабочее место. Вот такое было, вот место быть. Каждый день уходила и плакала. Я не одна такая, нас много. То есть туда приходишь, как на каторгу. Вот лично я приходила туда, как на каторгу. Это ни больше, ни меньше вообще. Я обоих погибших знаю. Я с ними работала. Ну, что могу сказать о них? Я могу сказать, что это были очень прекрасные люди, добрые, добросовестные. Никогда у них никого, никогда не было конфликтов. У них я не знала, чтобы они с кем-то, что что-то могли не поделить или что. Они всегда как-то находили общий язык. Вы жаловались? Да куда там жаловаться? Там все боялись, никто никуда не жаловался. На работу идешь, плачешь, с работы идешь, плачешь. Идешь то, что надо, а так. По поводу подделки твоих документов. То есть тебе хотели сделать сверхурочную работу, приписать, да? И при этом оставили без доплаты. По статье 62 Трудового кодекса, да, Российской Федерации, я с отдел кадров запросила необходимые документы. То есть мы не работаем на одну ставку, мы работаем в основном полторы-две ставки. И я у них запросила документы на совместительство. Запросила заявление на совместительство, трудовой договор по совместительству, карту Т2 по совместительству. И еще необходимые документы, которые должны были приложены к этому быть. Так как мы перерабатываем больше ставки, значит, спустя три дня, значит, моего запроса меня вызывает в отдел кадров и говорят, что ваши документы готовы, подсловывают мне заявление, подпишите, пожалуйста, о том, что вы получили эти документы. Я говорю, так, подождите-ка, я сначала проверю. Я начала перелистывать все документы и среди общей пачки документов обнаружила данное заявление. Была немножко в шоке. Данное заявление было подписано не моей рукой. То есть мои персональные данные были подделаны, заявляя абсолютно точно. Моя подпись была подделана, заявляя абсолютно точно. В данном заявлении были нарушены правильность написания данного заявления. То есть если я работаю по совместительству, там должно было указано, что я работаю сверхурочно на 0,5 ставки. А то, что было свыше 0,5 ставки, что у нас вообще это вариант нормы, мне должны были оплачивать в двойном размере. А мне это оплачивали как за фактически отработанные часы. То есть тоже здесь рассматриваются какие-то факты мошенничества. Но самое главное то, что это заявление было написано в тот момент, когда я была в декретном отпуске. С какой целью оно было написано, придется выяснять следствию, я так думаю. Ты как предполагаешь, с какой целью? Ну я могу, я не могу даже, как предполагаю. Есть возможен такой вариант, что пока я была в декретном отпуске, за меня кто-то получал просто денежные средства. Либо при выходе из декрета тебе повысить нагрузку и уменьшить заработную плату. С повышением нагрузки я не знаю, как это связано, но то, что был обман в расчете заработной платы, это однозначно точно, потому что, я уже объяснила, у нас зачастую выходит переработка более чем за полутора ставку. То есть они просто отрабатывают, я получала зарплату как за фактически отработанные часы, и ночные в том числе. Вот ты знаешь, когда меня спрашивают, как ты оцениваешь работу следственных органов и надзорных инстанций в городе Сургут по 10-бальной системе. Знаешь, какие я отвечаю? Минус 10. А мне как ответить? А я тебе, знаешь, к чему это говорю? К тому, что все, о чем я говорил, вот эти сообщения о совершенных преступлениях, выше второго этажа стопка у меня написана во всей инстанции, это все пытается, они все пытались это все вывернуть в обратную сторону. Ни одного уголовного дела не возбуждено, ни одного обвиняемого, подозреваемого, то есть они в упор не видят вообще, они даже признаки совершенных преступлений не видят, они даже уголовно-процессуальную проверку не проводят, то есть они все мои сообщения о совершенных преступлениях старались переводить в обычные обращения по закону 59 ФЗ, и через 30 дней приходила отписка. Вот именно поэтому я по 10-бальной системе оцениваю их на минус 10, то есть они не то, что в пользу, они во вред трудятся, они работают во вред общества, я так считаю. Вот ты мне скажи, вот ты как оцениваешь по 10-бальной системе работы у МВД, Следственного комитета, вот непосредственно Ермолаев, да? Я так понял, он тебя пытался подвести под то, что ты сама все подделал. Когда все это закрутилось, пошли массовые заявления, от меня массовые отписки, а сказать, что я была в шоке, это не сказать, это вообще не сказать. Я пришла к тому выводу, что все наши органы, местные власти, самоуправления, они не работают для заявителей. Они работают, вы знаете, даже у меня такие мысли были, что они как-то содействуют всему этому беспределу. Я по-другому не могу назвать, несмотря на то, что я предоставила достаточное количество доказательств, я пришла туда не пустая, я пришла с видеодоказательствами, я предоставила список свидетелей, которых опросить надо. На данный момент, начиная только с сегодняшнего дня, с сентября месяца, пошли допросы первых свидетелей. Я прошла тоже такую определенную войну с ними, я получала отписки по типу, копирую, вставляю, отправляю. Ничего, ничего ценного я не получила. Одну ценную отписку я получила, это от прокурора города Ханты-Мансиска. Был ответ, значит, дан в ответ департаменту здравоохранения. Это за 7 месяцев войны был один единственный документ, на который можно обратить какое-то нужное внимание. Остальное просто вода. То есть я им говорю факты, которые 100% существуют, они говорят, нет. Они говорят, нет, у вас психическое расстройство, вы больная женщина. И они пытаются это настолько все завуалировать, скрыть. Прокуратура пришла на проверку спустя более 25 дней моего заявления. И причем, когда пришла прокуратура на проверку, руководство больницы было предупреждено заранее. Камазами вывозилось все просроченное. И все это видели. Каталками были забиты все подвалы. Первая проверка произошла за дверями операционного блока. Я прокурору сказала, разденьтесь, пройдите, я вам все покажу. Он постоял, помялся, ушел. На следующий день мне пришла описка, что мои слова не нашли подтверждения. Вторая проверка была точно такая же. Третья проверка. Они собрали определенных лиц, руководства нашей больницы, моих коллег приближенных к себе. Позвали этого прокурора. Они зашли в шестую операционную. Сделали видимость. Посмеялись надо мной. Вновь унизив в мое честь и достоинство, что я неадекватный человек. Ничего не нашли. Я возвращаюсь домой суток. У меня четыре письма в почтовом ящике от прокурора, что мои слова не нашли подтверждения. Не хватало только смайлика с улыбкой. Слушай, ну я читаю. Тут в принципе все знакомые фамилии их. Тут и Балины, и Литвинцев, и Нафиков, и Юрин. Короче, я их всех знаю. Я их действия много раз обжаловал. Много раз привлекал их к ответственности. Короче, я смотрю, они по всем фронтам одинаково работают. Что с тобой, что со мной, что со всеми. Вообще не работают. Я с тобой полностью согласна, о чем и идет речь. Все факты налицо. Все очевидно, предельно. Не работают они. Не работают. Я не знаю, за что люди получают зарплату, но они, как сказать, у них нету цели раскрывать преступления. Что за вопрос? У нас нет никакой коротки. Оказывать какие-то содействия. Наоборот, сокрытие следов преступления. Я с этим лично столкнулась. Значит, прокурор пошел в подвальное помещение, где у нас хранилась просрочка. Охранник рассказывает, что они долго не могли вскрыть дверь. Там взломали дверь. Нашли кучу просрочки. Мне приходит ответ, говорит, не было просрочки. Я ему задаю вопрос. Подожди, они что, просрочку закрыли? За дверью ключ потеряли? Ключ потеряли. Якобы потеряли ключ и не могли найти, кто оттворит им эту дверь. Вызвали охранника, ломали там эту дверь. Значит, зашли. Охранник, говорит, нашли столько просрочки. А они, говорят, не было просрочки. Это какое-то буротин. Это, да, это, я не знаю, проще убийство Кеннеди, наверное, расследовать, нежели вот это дело. Подожди, подожди, подожди. Вывозили КАМАЗами просрочку. Сколько КАМАЗов приезжало? Я не знаю, сколько КАМАЗов. Я утрирую. Но просрочка вывозилась в огроменных количествах. В огроменных. Во всей больнице. Просрочка была не только в операционном блоке. Сколько человек работает в больнице? А тысячу чем-то человек. И все молчат? А кого кто спрашивал? А вот Лилия без сбоя не сдалась. Говорит, начиная с 2015-го, только в отделении, где она работала, уволились больше 30 сотрудников. В конце декабря мне озвучили решение в прокуратуре. И сказали, что моя жалоба полностью удовлетворена. Не желаю ли я восстановиться обратно в травмцентр, в любое отделение. Мне было предложено так. Конечно, в этот кромешный ад никто по своему желанию не пойдет. Я вам говорю, что на данный момент, на сегодняшний день, после 11 часов дня, начали опрашивать первых моих свидетелей за весь период времени с сентября месяца. И то, я считаю, что этому послужило мое действие, которое я хочу совершить. Озвучивать будешь? Надо? Надо. 23 марта я вылетаю в город Москву, значит, на прием к уполномоченному президента Российской Федерации с заявлениями о бездействии наших следственных органов, органов прокуратуры, департамента здравоохранения, государственной инспекции труда. Эти уже вычислили, они в открытую уже знают. Мне самое главное из дома выехать. А чего они знают? Что, ты едешь? Ну, что я лечу в Москву. Ага. Адвокат моя позвонила этому, который мне говорил, приходи там что-то, еще я, наверное, позвонила, говорит, вы что, нюх потеряли, что ли? Ничего не понял. Кто позвонил, адвокат или нюх потерял? Адвокат прокурору позвонил, помощнику прокурора, который меня принуждал приходить какие-то от бумажки писать, что я не хочу давать им объяснение, вот это все. Ага. И говорит ему, типа, вы что там нюх что ли потеряли прокурорские? И все, больше звонков у меня от них не было. Ну, видать, потеряли совсем. Ну, похоже, она говорит, они вообще что ли офонарили там, говорит. Какие объяснения? Какие вы должны писать им бумаги, что вы не хотите к ним идти? Они что, вообще, говорят, что ли, там посинели? Все, больше одних звонков никаких не было. В 18-го мне пришла бумага от прокурора города Ханты-Манчиско. Якобы, что вы вот это бьете в колокола, мы же работаем до сих пор. Типа, вот, кольцо уже мы вынесли предостережение, в вашей больнице тоже. И департаменту тоже. Я говорю, а я не вижу результата никакого от ваших предостережений. Представление, представление, а не предостережение. Ну, это вообще куром на смех. Пальчиком погрозили. Да вот именно. Ай-яй-яй, так нельзя. Ну, вот я им сказала, я не вижу результата от этого. Что мне ваше представление? Так, а причем втихаря это все сделали? СМИ нигде нету об этом информации. Нигде вообще нет. Вот 18 числа бумага пришла. Представление они вынесли. А мне-то что с этого представления? Я не ощутила. Как сидели эти преступники на местах, так они и сидят дальше, говорю. Сегодня кучу они мне прислали, просто кучу документов. Сегодня купила я билеты утром в 10 часов утра. Пришла домой. Спустя какой-то период времени начали звонить Следственный комитет. Спустя, наверное, час где-то позвонил заместитель прокурора города Сургута. На завтра назначил мне встречу. Он хочет со мной поговорить, якобы о том, что я написала жалобу на не в Генеральную прокуратуру. А значит, он хочет со мной обсудить моменты. Говорит, я так понимаю, вы хотите обсудить моменты по шовному материалу. Я говорю, и не только. Массовые бумаги пришли от губернатора, от ее заместителя Кольцова. Миллион бумаг прям вот одним этапом пришли с департамента здравоохранения. Эти все бумаги отправила адвокату. Она сейчас с ними готовит, с ними знакомится, ознакомливается с этими бумагами. Я записалась по нескольким направлениям сразу, потому что нарушены мои права и не только мои в нескольких направлениях. Хочу радикально решить этот вопрос раз и навсегда. И я считаю, что это будет моя, может быть, последняя инстанция, где меня услышат. Также в городе Москве я планирую доехать до Генерального прокурора Краснова, до Бастрыкина. Примет, не примет, но какой-нибудь его заместитель примет, встану на колени, буду просить. Примут, я надеюсь. Также я хочу проследовать Министерство здравоохранения Российской Федерации. Это в моих планах. Донести все-таки, может быть, наши письма действительно туда не доходили. И я еду туда с официальными заявлениями, которые оформляются, и буду их там оставлять. И еду туда с доказательствами, с аудио-видеозаписями, не пустая. Пусть люди трезвым взглядом своим оценят всю эту ситуацию. Является это вариантом нормы или не является. Просто пройдя здесь, в городе Сургуте, все эти инстанции, я не добилась на данный момент вообще никакого результата. Все, что я добилась за период моей борьбы за правду и справедливость, это безосновательное обвинение меня в психическом расстройстве. Заявлений было написано во всей инстанции куча. И знаете, когда я общалась с Ермолаевым, на его личном приеме, 3 марта состоялся у меня прием с Ермолаевым в 10 часов утра. Была беседа про вот эти вот журналы оперативных вмешательств. Он на меня оказывал давление. И в конце нашей беседы он сказал, да, кто его знает, может, ты сама сидела эти журналы и печатала. Я, конечно, была немножко возмущена. Я почувствовала то, что этот человек просто выводит меня на эмоциональные всплески. Для того, чтобы спровоцировать меня. А про социальные сети он тебя спрашивал. Да, значит, еще такой прозвучал вопрос про мои страницы ВКонтакте. Я являюсь сейчас на данный момент официально представителем первичной профсоюзной организации действия. Это, значит, большой профсоюз независимый. Медицинский. Медицинский, да. Значит, под руководители его, это федеральные, ну, лица, которые находятся в городе Москве. Значит, это профсоюз, создан в 2013 году. И Ермолаев начал мне задавать вопросы, значит, что за профсоюз, кто у меня в друзьях, а почему, а какие они имеют отношения ко мне. Я ему сказала, а каким образом это относится вообще к моему делу. Он заставлял меня, он заставлял меня перечислить всех моих друзей, значит, кто у меня находится в ВКонтакте. И с кем я контактирую. И, значит, спросил даже про Антона Булгакова. В каких отношениях я состою с ним. Я говорю, ну, знаю я данного человека, общались. Скажи, мы с тобой который раз видимся? Второй раз в жизни. А первый раз когда виделись? Вчера. До этого встречались? Нет, не встречались. Очень жаль, что раньше не встречались. Да, я думаю, да. Было бы гораздо продуктивнее. Я бы с тобой с удовольствием сходил к Ермолаеву. Я его давно не видел. Последний раз он у меня вызвал три наряда полиции с журналистами. И пытался меня вменять, что у меня поддельно под быстрее журналисты и общественные инспекторы по борьбе с коррупцией. Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Ну, я хочу сказать, что давление оказывалось. И я ему сказала, вы извините, конечно, меня, но сейчас я ощущаю то, что из разряда заявителя, по вашим словам, я могу перейти в разряд обвиняемого за клевету. Вот я даже подразумеваю, что некоторые моменты были нацелены именно на это. Я оттуда вышла раздавленная, конечно. И расстроенная, потому что я не ожидала такого исхода. Потому что когда человек приходит с заявлением, он в заявлениях, в которых несет правду, не грамма лжи. И все же, как честный человек, я надеюсь на то, что будут честные и всесторонние проверки. А тебя тут же обвиняют в том, что ты сама эти журналы напечатала. Земля из-под ног уходит. Это ложь. Давай вернемся к той ситуации по поводу просрочки. Я хочу просто описать масштаб, представить. Сколько примерно человек обращается в травматологический центр города Сургут в течение года? Тысячи, сотни тысяч человек. Сколько это людей? Я не могу знать такую статистику. Но если судить по оперативным вмешательствам, в одной операционной, у нас их 6 на минуточку операционных, в одной операционной может проходить более 100 операций. В год? В месяц. В месяц? Да. Это операционная номер 2. То есть, это как минимум операции, а есть же случаи, которые неоперабельны, то есть, перевязка, гипс, рентген, какие-то таблетки, какая-нибудь анестезия внешняя, внутренняя. В общем, только на операциях, я так понимаю, десятки тысяч в год. Конечно. А плюс еще вот эти другие неоперационные случаи, ну, это примерно сотня тысяч человек обращается в год в травматологию. И получается, все 70% из них, да, вот ты говоришь, 70 на 30 было зафиксировано, вот эту всю просрочку им вот это все вшивают. В операционном блоке. Я говорю про операционный блок. Это только в операционном блоке? Ну, раз там КАМАЗами, как ты говоришь, вывозили, то там, получается, всех обслуживают. Просрочка была не только в операционном блоке, потом, как выяснилось, шли слухи про просроченные препараты. И то есть, все при мне, боялись это говорить, и говорить сейчас, боятся до сих пор, смотрят, кто стоит, да, просрочено, не просрочено. Бывало даже такое, что пациенту вводишь препарат, а он бездействен, пациент просто встает с трубой во рту и не действует, препарат у него. Просрочка? Возможно, просрочка, возможно, просто какой-то дешевый заменитель, аналог, да. А как там было по закупкам, я не могу сказать, какие препараты именно там были. А вот это все, это же все зарубежные препараты, они как, через госзакупки закупаются? Да, там существуют госзакупки, с которыми я знакомилась, кстати, в прокуратуре, два тома вот таких вот. А травматологический центр – это бюджетное утверждение? Да. Так это не целевое использование бюджетных средств? Ну, получается так. Откуда столько просрочки? Ну, это надо смотреть закупки. Во-первых, не утилизировали, да, 70% просрочки. Во-вторых, где то, что было закуплено согласно госзакупкам? И третье, это кто за все это ответственный? Главврач, кто у вас? Горазь. Горазь. Как фамилия? Горазь Дмитрий Александрович. Вот у меня к нему миллион вопросов возник. Ну, вот. А почему у следствия нет к нему вопросов? Что за вопросы? У нас нет его в Городце. А вот нету следствия вопросов, я бы тоже хотела задать следствию. Но я уже эти вопросы не буду задавать Ермолаеву. Я буду эти вопросы задавать Бастрыкину напрямую. И я думаю, что я до него доберусь. Бог даст, увидит. Я доберусь со своей правдой. Я не грамма лжи нигде не сказала. Я сказала только правду. И все об этом знают. И коллеги об этом знают. Но у нас разделились все на два лагеря. Кто-то со мной, кто-то против меня. Просто противно смотреть, когда человек за какую-то лишнюю ночь готов продать себя, свою жизнь, свою судьбу, судьбу своих детей. Ну, это мерзко просто. Не по чести, так сказать. Я еще хочу акцентировать внимание на том, что вот эта просрочка за 8 лет, как минимум за 8 лет, она могла быть вшита, применена каким-либо образом к любому человеку. Потому что любой человек ходит по улице. У нас север, у нас зима, он 9 месяцев. У нас скользкие бывают тротуары. И любой может подскользнуться, что-нибудь сломать, повредить. Его повезут в травмцентр. А там ему будут делать операцию просроченными препаратами. Это никто от этого не застрахован. Хочу сделать пометку. Значит, в декабре месяце 2021 года, я считаю это своим, кстати, личным достижением, после всей этой моей войны с ними, значит, 4 раза завезли шовный материал. На моей памяти за 8 лет никогда такого не было. Чтобы такими большими завозами завозили шовный материал. Просрочку. Сейчас лично в операционном блоке всю убрали. Нету ни одной нитки просрочки. Ни одной. Просрочка находилась еще 28-го. Кстати, 23-го января еще просроченный шовный материал 2022 года был обнаружен. О чем я сообщила в Следственный комитет следователю Яхневской. У меня есть аудиозапись. Она категорически отказалась выходить на место преступления для того, чтобы сделать выемку просроченного материала. У меня аудиозапись существует. На данный момент сегодня, 14 марта 2022 года, всю просрочку убрали с операционного блока. Все параформалиновые камеры, где пропитывались вот эти материалы, убрали. Все вычистили. Произошла реорганизация операционного блока. Сейчас мы ходим на операцию к пациенту с индивидуальными укладками, как и должно было быть. Это профилактика ВИЧ-инфекции и внутрибольничных инфекций в том числе. То есть свою заслугу я в этом тоже вижу. Но хотелось бы все-таки, чтобы понесли наказание те лица, которые совершали свои должностные преступления на рабочем месте. Я хотела бы, чтобы они понесли за это полную ответственность. Это преступление против людей. И здесь уже не один человек, а группа лиц, которые этому способствовали, сокрытию преступления. Кто участвовал в вывезении этого шовного материала? Кто выливал в унитазы литрами, куболитрами вот эти просроченные десс-средства антисептики и кучу? Есть вопросы у меня к прокуратуре очень много. Почему они... Подожди, подожди. В унитаз выливали это в связи с чем? В связи с тем, что идет проверка и надо уничтожить следы? Да. Выливали огромными порциями, ведрами всю просрочку десс-средства антисептики в унитазы. Стояла такая ванизма в оперблоке и говорили, если кто-то спросит, это не мы, это не от нас. То есть, в нагло утилизировались следы преступления. И никто, никто из органов ничего не сделал до сих пор. Вот у меня вопрос, вообще люди работают или нет? Выполняют свои функциональные обязанности? Они работают, я тебе поясняла, на минус 10. Ну, хотелось бы все-таки честности. Это те структуры, которые должны предотвращать данные преступления, а не поощрять их. Да? Мне хотелось бы этого все-таки. К сожалению, что бы мы ни делали, но мы все равно будем это делать, мы дальше будем освещать. Но, к сожалению, двух матерей, троих детей, в две семьи не вернуть уже. Да, это трагедия. Это трагедия, которая просто не должна была случиться. А случилось-то из-за того, что люди настолько чувствуют свою безнаказанность. Вот она пришла, ее папкой ударила, она считает, что это вариант нормы. Кто кого? У них старшая сестра могла подойти сотрудницу ударить папкой по спине, например. Она обозвала ее, это вариант нормы. Она сказала, я возьму автомат и вас, черт, перестреляю, это вариант нормы. Но рыба гниет с головы. И здесь я хотела бы обратиться и к департаменту здравоохранения. Рыба гниет с головы, как только не крути. И если эти методы и способы общения со своим коллективом приветствуются и не пресекаются, за это вы несете ответственность тоже, в том числе, уважаемый департамент здравоохранения. Если главная сестра сама боготворит эти способы общения с сотрудниками, о чем можно говорить, как будут между собой общаться рядовые сотрудники? Мы приходим на работу, как на китайский рынок, извините меня. Даже вот в частных предпринимателей людей больше уважают, нежели у нас в бюджетном учреждении. Мы обладатели такой профессии. Мы не должны в принципе себя так вести. Мы на работе. На работе должны оцениваться только профессиональные наши качества. И вот эти две трагедии, которые случились. И знаете, самое интересное то, что многие люди, они не считают, что это трагедия. Ну, ушли два человека и ушли. Они не расценивают это как трагедию вообще. Они говорят, вот они д**ки там бросили своих детей, а мы бы так не сделали. А для того, чтобы сказать, мы бы так не сделали, вы бы хотя бы тот путь, хотя бы половину его прошли для того, чтобы это сказать. Это говорят те, кто... Две трагедии произошло. Дети остались сиротами. Дети остались сиротами. Помимо того, семья Айжан осталась вообще без средств существования. Мы организовывали сборы. Лично я сама организовывала. Сколько могли, денег набрали, отдали. Спасибо нашим докторам, хочется сказать некоторым из них, таких очень мало единицы, которые также переводили деньги на мою карту, и я отправляла семье Айжан. В социальных сетях мы собрали какое-то количество денег. Я Радику тоже эти деньги все до копейки отдала. И никаких корыстных целей я не преследую. Как в соцсетях писали, что я на костях себе делаю какой-то пиар. Люди, Бога, побойтесь. Две трагедии произошло. Это моя боль душевная. Я говорю, это моя личная трагедия. Кто еще снял репортаж? Снял репортаж, это большое московское СМИ, Ток Медиа. Они приехали к нам в город Сургут, нашли меня, нашли Радика и еще нескольких наших коллег. И снимали репортаж. Хочу сказать им огромное спасибо, что все-таки федеральные СМИ на нас обратили внимание. Потом на протяжении какого-то периода времени мы держали связь с Ток Медиа. Они проводили независимые расследования по государственным закупкам, которые происходили в нашем учреждении. Они просили меня, чтобы я нашла людей, которые могут еще сказать о том, что да, были просроченные медицинские материалы. Люди боятся, люди запуганы. Но на данный момент у меня есть люди, которые идут со мной и говорят правду. Спасибо им огромное. Низкий поклон за их честность, отвагу и справедливость. Все-таки справедливость должна восторжествовать. Я считаю так. Мне вот это вот сейчас, знаешь, всю ночь сидеть, вот это все ковырять, монтировать, сводить звук, видеть. Мне тоже вот, почему ты это бесплатно все делаешь? А потому что я альтруист. Нет, ну серьезно. Не бывает альтруистов. А я вот есть такое. Я ни с кого из-за 3 года копейки не взял. Но это не нормально. Это нормально. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, мы добьемся справедливости. Вот для меня это просто уже стало дело чисто. Честно. Вот за это летаю уже. Я не могу. Я такой же. А я не могу вот сидеть и ничего не делать. Я людям помогаю. Играет музыка. Играет музыка.